Типа людей, которым нравится убивать, часто вступают в схватку азартно и ожесточенно, но побеждают обычно те, кто борется за свою жизнь. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания! Рекомендую канал Сергея Алкина aka StarPro. Сергей занимается обзором Common and Cocker Revals, мобильная стратегия, позволяющая столкнуть в бою между двумя командирами самые разные единицы тибериевой саги. В игре отсутствует сюжет, только соревновательные сражения, где победу определяет навык, ловкость и ум, с которым составлена и управляется армия. Переходите по ссылке в описании на канал StarPro и передавайте от меня привет в комментариях. Карта Crazy Beach. На верхней позиции Мараккар. Генерал Джазис, подрывник Гла. Снизу начинает TeamStep, супероружейный генерал США. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Ну что же, челлендж. До шести побед, счет 2-0 в пользу Мараккара. TeamStep проигрывает своему сопернику. Мараккар, яркий представитель клана ООЕ, неоднократно участвовал в мировой серии, имеет достаточно высокий уровень игры. TeamStep достаточно серьезный соперник, участник мировой серии, не единожды смог одолеть действующего чемпиона мира Экскала. Сможет TeamStep взять эту игру или Мараккар увеличит преимущество? А мы сейчас и выясним. Поехали. Ну что ж, карта Crazy Beach. Так, тут подрывник уже, точнее рабочий прибежал. Попытался, я так понимаю, что Мараккар на руку где-то тут рядышком дать. Давайте быстренько с вами пробежимся по карте. Карта достаточно свежая, для меня так она и вовсе новая. Значит, здесь слева есть ресурсная платформа, есть в центре коробочки и справа также есть ресурсы. Есть две вышки у каждого из бойцов и есть арт-платформа. У Мараккара, естественно, как у TeamStep все зеркально и уже первый дозер попадает под раздачу. Приехал Мараккар техничкой, пытается отменить захват и удается. И подрыв вышки. И первая вышка уже TeamStep минусуется. Вскрывается здесь юрта, там один ракетчик, я так полагаю, сейчас сидит. Даже два, или нет, один. Один ракетчик, который сейчас пытается настрелить по Хаммеру, но Хаммер выживает заранее. Причем TeamStep здесь высадился, но уже и не нужно. Обратно ракетчиков можно посадить в этот самый Хаммер. Мараккар, он как раз-таки сейчас занимается тем, что ставит кругом норы, плодит позиционку. Слева на ресурсах нора, справа близко к TeamStep норочка есть и ракетчик в домик, естественно, для защиты. Опять здесь приезжает техничка. Попытался здесь Мараккара отменить захват, но TeamStep все-таки успел эту вышку взять, бустанулся на тысячу баксов. Попытался настрелить по Хаммеру, но Хаммер успел отступить и Хаммер жив. А вышка по-прежнему также работает на благо экономики TeamStep. Арт-платформа пока еще TeamStep не занимает. Ну и со старта, естественно, Мараккар так яростно пытается своего соперника уничтожить. На карте достаточно много подходов. Лазер лок, здесь техничка. Но и да, взорвал, взорвал все-таки TeamStep. Там Мараккар утечит. Три подрывника бегут до военного завода. Там Медичка, Медичка, минус и подвоенник. Но не взорвется военник, но зато забирается Хаммер. Ну нормально, в принципе. Хороший подрыв, минус Медичка, минус Хаммер. Но военный завод остается жить еще бы одного подрывника и военник бы отлетел. Как я и говорил, много подходов на карте здесь каждому на базу. И, соответственно, TeamStep здесь, наверное, все-таки тяжеловато от таких маневров-то Мараккара. Еще один подрыв, я так полагаю. Да, два подрывника бегут. И попытается сейчас TeamStep у Мараккар вышку забрать. И это удается. Все, без вышек остался нижний боец. Боец. И сейчас захватывается арт-платформа. Мараккар пока свои вышки не берет. Арт-платформа также не захвачена. И слева дается по счету уже четвертый ресурсный центр. Два военных завода, казарма, куча нор на базе. Много техничек. Вновь, я так полагаю, спамят подрыв. И идут Хаммеры в бой. То есть, несмотря на все усилия Мараккара, TeamStep все-таки смог накопить армию. Ракетчиков достаточно много, кстати говоря. Они почти полные, эти Хаммеры. Плюс есть Медичка. Медичка будет чинить эти самые Хаммеры. Минус Нора. И заходит прямо на базу. TeamStep заходит на базу. Тем временем, слушайте, так Мараккар на месте не стоит. Три технички плюс подрывники. И военный завод. Раз, подрывник. Еще бы одного подрывничка. И военный завод отлетит. Лазерлок. Техничка прячется здесь за казарму. И минус военник. Пробивается здесь, тем временем, пехотинцы. Подрывник, казарма. Минус. И остается у TeamStep всего лишь два здания. Это электростанция и Саплай. А летит при этом все-таки чинук. И я так полагаю, что в этом самом чинуке сейчас последний дозер TeamStep. Пробивается военный завод. Рядом был еще один, но он уничтожен. Казарма почти добил. Высаживаются технички. Много ракетчиков по Хаммеру бы достать. И Хаммер минус. Лазерлок. Минус течь. Как я и предполагал. Высадился дозер. Раздавливается здесь пехота Маракару. И у TeamStep под два Хаммера. Практически полных. Плюс с медичкой. Они пробивают Саплай. Ставится при этом при всем Саплай. Это работает TeamStep своим дозером. Который он ранее привел сюда. К помощью чинука. Распродажа. Маракару продает свой Саплай. И минус казарма. Практически добит еще один ресурсный центр Маракару. Остался на базе один. Так нет мейна. Мейн голый. Все. Маракар перестраивается. Минус фугас. Дозер пока еще жив. И тем временем забегает рабочий. Будет пытаться за спиной. У TeamStep поставят норку. Но туда отправляется Каммер. TeamStep хороший контроль. Минус сап. И еще один Саплай. Также уничтожается. Все. Мейн разбит. Осталось две норы. И ресурсный центр. Справа тем временем стоит ресурсный. У Маракара есть казарма. Есть две норки. Даже три норы. И есть домик. И слева. Слева Маракар перестраивается. Рабочие бегут как раз таки на этот левый ресурсный центр. Две технички пытаются противостоять Хаммерам. Но Хаммеры слишком мощные. Слишком мощные. А тем временем приехала течь с подрывником. Чтобы забрать Дозер. Но не получилось. Дозер передавил этого подрывника. Маракар плохо отконтролил. И Дозер кстати прячется в чинук. И Хаммеры идут ликвидировать техничку. То есть командному центру все таки состоятся. И кстати у TeamStep уже третий ранг. У Маракара только первый так выбили мейн полностью Маракару. Сейчас вот осталось только вот пожалуйста соплай. И нору уничтожить и все. Ставится норка под вышкой. И кстати TeamStep захватил артиллерийскую платформу. И TeamStep также захватил вышку. То есть экономику все таки будет себе это возвращать обратно. И технички поехали в бой. Убить то всего лишь два здания. Ставится каркас третьего. Это военный завод. Два Хаммера и Медичка здесь катаются, защищают. Минус Рейнджер. Захватывает тем временем Маракар себе вышку. На базе, на бывшей базе скажем так. Ну хотя она еще действующая в принципе. Много пехоты. Саплай работает. Электростанция также имеется. И полетел спектр Ганшипа. А он работал по Саплайу. Здесь Рейнджер бьет рабочих. Побежал подрывник уничтожать этого самого Рейнджера. Тем временем на базе у TeamStep уже на новой базе. Опять творится полная неразбериха. И сейчас по всей видимости подорвется казарма. Но есть еще одна. Один Хаммер здесь потерял. TeamStep. Но уже есть и военный завод, и казарма. И целых три дозера TeamStep вводят. На всякий случай что ли? Вновь загрузка Хаммера. Рейнджеры пока что стоят. Пока они TeamStep не нужны. Уничтожаются рабочие. И также бьется ресурсный центр. Маракар пытается его распродать. Но по всей видимости не дадут этого сделать. Да. Не дает TeamStep своему сопернику ничего здесь продать. На базе просто все уничтожает. Все под снос. И минус норка. Все. Мейн очищен. Теперь TeamStep может здесь спокойно добывать. Получается что у него теперь два сапплая. У него есть командный центр. Есть военный казарма. Ставится каркас на данный момент стратегического центра. Есть электростанция. И еще один сапплай на бывшем мейне. Добывается пока только коробки. И идет TeamStep вновь в атаку. Я так полагаю. Минус норка. Ракетчика также ликвидировал. Рабочий минус. И идет. Идет под военный завод Маракара. Там только одна нора на пути. Я думаю что ее достаточно быстро TeamStep ликвидирует. И перехват вышки. Технички поехали в бой на базу к TeamStep. Нет. Они все-таки будут пытаться противостоять Хаммерам. Так полагаю. Под раздачу идет военный завод. Попытался TeamStep вышку перехватить. Да не вышло. Технички идут на базу к TeamStep. Делают маневр. Тем временем пока что теряет Маракар опять позиции. Минус военник. Технички возвращаются. Вышку все-таки себе Маракар перехватил. Поставил растяжку. И ставит фугас. И здесь по периметру еще один. Ребель бежит. Будет захватывать как полагаю. Арт платформу. Минус соплай. Бьются рабочие. На пути каркас дворца. А ведь он почти готов. Тут ведь только один домик на защиту. Но технички приходят вовремя. И загоняют TeamStep. Я так полагаю в ловушку сейчас. Бьется первый Хаммер. Хаммер минус. Активированная стратегия Search and Destroy. Это значит что стратегический центр готов. И ставится каркас Эми Патриота. Ликвидация Хаммера полностью. Медичка также минус. И отстраивается вновь. Ресурсный центр. Маракар отбился. Маракар тем временем ставит еще и соплай на мэйни у TeamStep. На бывшем уже можно сказать мэйни. Захват арт платформы вновь. Я так полагаю что Маракар ее перехватывал. Бьется ресурсный. Нужно его ремонтировать. Нужно рабочего естественно сюда подвезти. Ставится на рай. Ставится в стингер позиции. Чтобы отгонять чинуки. Пока ресурсный TeamStep Маракар здесь не разбивает. Ракетчик пытается пробить по Ребелю. Была уничтожена вышка. И летит Спектр Ганшип. Спектр Ганшип я так полагаю по направлению к ресурсному центру Маракара на правом фланге. Ресурсный попадает под раздачу. Маракар тем временем закрепился все же таки здесь на ресурсной платформе. И добывает чинук минус. Саплай практически был ликвидирован. И три камера плюс медичка идут в бой. Естественно есть разведдрон. Фугасы палятся. Еще один фугас. Не наехать. Будь TeamStep. И минус медичка. И камер. Ай-яй-яй. Как же печально. И сбрасывается дрон. Камеры идут в бой. На пути на ран. Орку нужно естественно ликвидировать. А Маракар тем временем уничтожает электростанцию. И уничтожает Саплай Тимстепу. Мейнами практически бойцы разменялись. Тимстеп ставит еще один патриот. Но нет энергии. Нужно либо строить электростанцию. Либо сделать апгрейд на этой. Спамятся камеры. Выходит полковник Бартон. Хамеры уничтожили на ру. Саплай вновь отстроен. И продолжается добыча. Это Маракар. Хамеры идут вперед. Очень много ракетчиков. Нужно быть аккуратным. Плюс есть подрывник. Но подрывника в принципе легко. Хамеры должны ликвидировать. Идут рейнджеры. Плюс два ракетчика здесь. И вновь строится дворец. Военный завод у Маракара имеется. Пробиваются ракетчики. Техничка прячется обратно в норку. Ракетчик еще один. По всей видимости минус. Да. И пробивается норка. Пробивается норка. Летит А-10. Причем одна. Ставится электростанция. Хамер здесь есть на дежурстве. Рядом с Эмми Патриотом. И есть даже еще листовки. Листовки. Интересно. Вот это был очень интересный момент. А-10 пробило по норке. Как будто знал. Как будто знал откуда техничка придет. И сюда листовки скинул. Ведь не было еще электростанции здесь. А это был ведь подрыв и ракетчики. Но произошла ликвидация. Пока пытается Тим Степ вернуть себе родную свою ресурсную платформу. Но Маракаро здесь слишком сильно окопался. Добавляет еще норки. Хамеры не могут пока близко подойти. Один еще здесь каленый. Но ракетчики успевают высадиться. Вновь засаживаются в хамер. Дворец уже на 75%. Соответственно скоро пойдут рокет баги. Пробивается норка. По всей видимости все-таки Тим Степ закроет нору Маракаро. И норка минус. Но при этом добавляется еще две. Ту, которую пытались с помощью А-10 уничтожить, восстанавливается. Уничтожается Саплай. Нужно его естественно чинить. Но неужели Маракару нечем отбиваться? Ну как же так? Есть же военный завод. Вот уже куча ракетчиков. Где же его технички в конце концов? Почему нет спама? Бартон бегает. А вот как раз-таки самая техничка. Которую мы все так ждем, чтобы защищаться от хамера. Идет дозер. Но готовится явно какой-то подрыв. Тут рабочий, либо разведка, либо какой-то шальной. На всякий случай может Маракар отпустил. Может быть и пролезет, но нет. Кругом есть защита. Справа на фланге Патриот. Слева также Патриот плюс хамер. На центре хамера ракетчики. И ставится уже филд. Есть естественно стратегический центр. Соответственно в скором времени мы увидим Альфа-Аброру. А это подрыв хамера. По всей видимости они уже не добегут. И минус хамер с медичкой. Удачно. Но есть еще два хамера позади. Поэтому свою армию сейчас тимстеп вновь восстановит. И вновь бьется военный завод Маракару. Военник распродается хоть здесь. Маракар успевает. И бьет уже Рокетбаги. Но уходит обратно в Норку. Норка до конца одна из Норг. Глашника закрывается. И вновь летит. Спектр Ганши путем степа. Уже почти пятый ранг. Пробивается дворец. Работает баги. Но там Бартон. Бартон эту баги отгоняет. Дворец по всей видимости сейчас будет уничтожен. Да, да. Теряет Маракар свои технологии. К сожалению. Медичка добавляется в общую пачку тимстепа. И прямо. Ой-ой-ой-ой-ой. Как будто знал или пробил через контр тимстеп. И пробил с помощью своей альфа-авроры. В аккурат прямо под жарману. Напоминаю, что у Маракара вновь нет дворца. И соответственно жармана уже не вывести. По крайней мере до тех пор пока дворец не будет вновь отстроен. Расподается казарма. Хотел здесь тимстеп подойти. Но там домик. Но он не знает ведь о том, что там всего лишь один ракетчик. Соответственно этот дом можно легко закрыть. Маракар по-прежнему господствует под этой ресурсной платформой. Ставят вновь военный завод. И даже у него есть фейковый черный рынок. Который вновь станет скоро, точнее настоящим. И топливная бомба. Топливная бомба в аккуратно военный завод. И военный завод естественно временно будет сейчас блокирован. Спамить этот тут будет невозможно. Пока он не отстроится заново. Пробивается на рам. На рам минус. И прямо под командным центром Маракар командник дал. С помощью рабочих я так понимаю пытается здесь защищаться. Бьется командник вовсю. Рабочий бежит слишком близко уже к хамеру. Неужели он его сейчас заберет? Нет. Хамер остался на лоу хп. Это две лычки его естественно спасли. Альфа Аврора работает. Минус тингер позиция. Ну почти она все же отстроится. Командник уже практически Маракар потерял. Мне кажется что все таки нужно его продать. Да все верно. Маракар этим и занимается. К домику слишком близко тимстеп не подходит. И рабочий по правому флангу. Слушайте а здесь была уничтожена вышка. Все вышек на карте больше нет. Рабочий ликвидируется. Дозер здесь стоит. Он ничего к сожалению не делает. Просто здесь остановился. Может быть тимстеп пытался здесь под платформу подъехать. Но тут пока все занято. Гла. И вновь. И вновь залетает Альфа Аврора. И теперь уже стингер полностью уничтожен. Двойная А10. Перестраивается тем временем командный центр. И ведь двойная А10 как раз летит именно сюда. Под этот каркас. И неужели сейчас она уничтожит. И каркас минусуется. Не успел Маракар отменить. Норку практически закрыл. Минус норы. Тут еще и квад был. Зачем против хаммера квад? Минус норка. Хаммеры тут вперед. Причем хаммеры все лычкованные. Пытается тут одна рокетбаги как-то противостоять. И уничтожается военный завод. Вновь рабочие пытаются прибежать. И рабочим здесь ничего не сделать. Здесь все под защитой. Тимстеп все контролирует. Уничтожается еще одна норка. Бьется черный рынок. И черный рынок в итоге Маракар решается распродать. И идет Маракар на правый фланг. Ресурсов все меньше и меньше. Кстати, у Тимстепа ресурсов не больше. Но у него есть платформа для спроса ресурсов. И Маракар все-таки принимает решение сдаться. Счет после этого поединка получился 1-2. Тимстеп смог открыть собственный счет. И по итогу-то получилось, что Тимстеп выиграл Маракара со счетом 6-2. То есть, эта игра была началом конца для Маракара. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.